МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фруктовый сад в заботливые руки. Рашид Тимрезов принял решение о старте новой республиканской программы по выращиванию мини-садов интенсивного типа на сельских подворьях. Руль снаружи видно, нормальная. Вентиляционные шахты нормальные. Ограждения есть. Да. Ну, внешне вроде все нормально. Сливы сделаны. К нам едет ревизор. Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Общественная палата Российской Федерации Игорь Шпектор проинспектировал сегодня благоустройство придворовых территорий и капремонт науквартирных домов в Усть-Джигуте и Черкесске. Незапланированные каникулы начнутся с завтрашнего дня у школьников Харачао-Черкесии. Причина – предотвращение распространения в образовательных учреждениях острых респираторно-вирусных инфекций. Дорогие ребята, каждому из вас я желаю, чтобы вы продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства. Тяжело в учении, легко на практике. В республике стартовал чемпионат молодых профессионалов, победители которого представят Карачао-Черкесию на национальном турнире рабочих профессий. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов принял решение о старте новой республиканской программы по выращиванию мини-садов интенсивного типа на сельских подворьях республики. В качестве пилотного населенного пункта выбрано село Куржинова у Рубского района. Речь идет о первых 50 личных подсобных хозяйствах, где уже этой весной этого года должны быть заложены первые фруктовые сады интенсивного типа по современным технологиям выращивания. Республика возьмет на себя субсидирование затрат селян в виде грантов. Сегодня Рашид Тимрезов поставил задачу перед членами правительства и главой администрации Рубского района детально проработать программу, встретиться с жителями села и внести свои предложения, чтобы эта программа работала максимально эффективно. Садоводчество возрождалось на всей республике, а люди в отдаленных населенных пунктах могли сами работать на своей земле. К нам едет ревизор. Сегодня в Карачаево-Черкесию с официальным визитом прибыл председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественная палата Российской Федерации Игорь Шпектор. Вместе с представителями Республиканского министерства строительства и ЖКХ он осмотрел ряд объектов в Узжигутеев Черкесске, проинспектировал благоустройство придворовых территорий и капремонт многоквартирных жилых домов. Более подробно расскажет наш корреспондент. Дом номер 6 по улице Первомайской, что в Узжигуте, не видел ремонта с момента постройки. А это уже более полувека. Трещины на фасаде, обветшалые потолки и жуткий скрип полов. Так жильцы дома описывают его нынешнее состояние. Потолок висит. Вот на этой стороне 7 лет никто не живет, потому что мы с ней начали постоянно ругаться. У нее маленькие дети. Потолок висит. Я кровать свою и ребенка оставлю на то место, где нет сверху у них ничего тяжелого. Потому что каждый раз так. Но скоро эти проблемы больше не будут беспокоить жильцов. Ведь их многострадальный дом включили в программу по переселению аварийного жилья. Игорь Шпектор, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Российской Федерации, лично осмотрев это здание и еще два соседних, подтвердил их аварийность. Я лично считаю, что это очень хорошо, что дома признали аварийными, потому что признание дома аварийным, в любом случае, там еще год, еще три, но он действительно будет уже представить угрозу для жизни людей, опасность. А значит, администрация поступила вместе с комиссией правильно. Сейчас идет работа по формированию республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Как только будет сформирована эта программа, будут одобрены в федеральном центре, будут выделены деньги. Тогда мы будем строить под них, именно под эти дома, мы будем строить новые дома и по мере готовности переселять граждан. Затем Игорь Шпектор посетил дома, построенные в 2016 году в рамках программы расселения аварийного жилфонда. Напомним, наша республика является рекордсменом среди других субъектов России по количеству жилья, построенного по этой программе, а также завершила все этапы строительства досрочно. Отдельное внимание Игорь Шпектор уделил итогам компании по капитальному ремонту многоквартирных домов Карачаева-Черкесии. Новые шатровые кровли и сливы для воды после визита строителей крыши этих домов по улице Первомайской полностью соответствуют всем современным требованиям. Кровля снаружи видно, нормальная. Вентиляционные шахты нормальные. Ограждения есть. Ограждения есть, да. Ну, внешне вроде все нормально. Сливы сделаны. Так что вопросов нет. А в доме 111 по улице Первомайской в рамках программы капремонта были полностью заменены все инженерные сети. У вас там было, выпустили, и все нормально. И все поменяли, да? У вас претензий нет? Нет. Полигон ТБО – следующий объект в насыщенной программе визита Игоря Шпектора. Вместе с директором полигона он осмотрел сортировочный цех, хозяйственную зону, склад и в целом оценил территорию объекта, который позволит ликвидировать в регионе три крупные несанкционированные свалки. Он посоветовал мне, что надо подумать о том, что со вторичного сырья на месте здесь уже получат готовые продукции. Это вторая очередь. Я буду смотреть, чтобы у них цеха по переработке вторичного сырья. Вот так мы поговорили очень коротко, но ему понравилось. Завершающей точкой в рабочей поездке стал парк культуры и отдыха «Зеленый остров Черкесский». Игорь Леонидович посетил аллею воинской славы, амфитеатр и набережную у Большого пруда. В парке есть все элементы, которые необходимы для пожилых людей и для молодежи разных возрастов. Парк имеет очень важную доступность для инвалидов. То есть в любой уголок парка я шел и специально наблюдал, можно ли проехать на коляске, пройти на костылях. 5 февраля инспектирование объектов ЖКХ республики продолжится. Но своей главной задачей Игорь Шпектор видит помощь региону в решении его проблем на федеральном уровне. «Завтра продолжим мы работу, проведем совещание. Но мне бы хотелось, чтобы на стол президенту легла справка с проблемами, которые есть в республике, с проблемами, которые нужно решать на уровне России. Здесь роль субъекта очень важна. Завтра мы будем встречаться с главой, я буду с ним говорить на эту тему». Незапланированные каникулы начнутся у школьников в Карачао-Черкесии. Для предотвращения распространения острых респираторно-вирусных инфекций и на основании письма Республиканского управления Роспотребнадзора муниципальным органам управления образования официально рекомендовано с 5 по 12 февраля перенести каникулы в общеобразовательных учреждениях и приостановить работу дошкольных организаций. Это распоряжение носит рекомендательный характер. Но уже сейчас известно, что с завтрашнего дня внеочередные каникулы наступят во всех школах республиканской столицы. А на других посмотрите и себя показать. В Карачао-Черкесии стартовал региональный турнир «Молодые профессионалы», являющийся отборочным этапом национального чемпионата WorldSkills Russia. Свои умения и навыки потенциальным работодателям будут показывать студенты колледжей и техникумов нашего региона. В течение недели за победу и право представлять республику во всероссийском финале будут бороться представители 11 профессий от поваров до сварщиков. Сегодня практические испытания проходили одновременно на трех площадках. За ходом застязания наблюдал наш корреспондент Ринат Ибрагимов. Вот уже в третий раз в республике проходит региональный этап мирового чемпионата профессионального мастерства по стандарту WorldSkills, который собирают молодых профессионалов из более 60 стран мира, соревнующихся по 56 компетенциям. Основная идея чемпионата – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Свою подготовку на его региональном этапе строгому жюри продемонстрируют повара, строители, сварщики, партные парикмахеры и многие другие молодые специалисты нашего региона. Руководство государства, руководство республики придает большое значение движению WorldSkills, потому что время диктует этому. Стране нужны именно профессиональные рабочие, именно профессиональные кадры, которые проходят по мировым стандартам WorldSkills. К 2020 году есть указ, есть послание главы республики, что 50% обучающихся должны пройти именно по стандартам WorldSkills. Чемпионат проводится при поддержке регионального правительства, Министерства образования и науки республики на нескольких конкурсных площадках и продлится до 8 февраля. За ходом чемпионата активно следят и представители регионального бизнеса. Для работодателей это большое подспорье в поиске новых кадров. На площадке этого конкурса принимают участие не только образовательные организации, их представители, руководители, участники, а также участие принимают представители общественности, бизнеса, непосредственно предприниматели, производственные представители и прочие, представители власти. То есть сегодня работодатели находят для себя тех специалистов, которые им необходимы на сегодняшний день, и мы определяем тот уровень востребованности в регионе и в экономике, который необходим. Карачаево-Черкесия в этом году представлена в конкурсе в 11 компетенциях, но с каждым годом их число увеличивается, как и число тех, кто желает принять в нем участие. Первой конкурсной площадкой стали сварочные технологии. По заданию ребятам следует изготовить несколько изделий, тремя разными видами сварки. Задание состоит из четырех модулей. Вот, вы как видели, первый модуль они сейчас уже закончили варить. Это контрольные образцы. Состоит он из пластин, значит, толщиной до 6 мм, трубная конструкция и угловое соединение. В данный момент приступили к второму модулю, значит, сосуду, работающему под давлением. Он более сложный, варится он во всех пространственных положениях и тремя видами сварки. Это ручная дуговая сварка, это сварка в акваровом электродами, аргоновой дуговой сваркой и полуавтоматическая сварка присутствует. На плечо участников вложится большая ответственность, ведь победители представят республику на всероссийском этапе чемпионата, который пройдет в конце августа в Казани. Вернат Ибрагимов, Эмиль Маркариан, Архиз-24. Особняком в программе WorldSkills стоят соревнования среди будущих спасателей, которые развернутся на территории многопрофильного технологического колледжа в Черкесске. Ребятам предстоит показать свое мастерство в преодолении полосы препятствий, вязании спасательных узлов, обращении с пожарными рукавами и оказании первой медицинской помощи. Для будущих пожарных участие в этом чемпионате сродни суровому экзамену. Конкурсное задание у вас на 100% заявленное. Площадки, в принципе, готовы. Вот мы вчера просмотрели все площадки. И посмотрим, как себя покажут студенты за эти три соревновательных дня. Сегодня как первый день. Первый день считается как регистрация участников и экспертов. Каждый день определен разными дисциплинами. Начинаться будет все с пожарной дисциплины, потом спасательной. Поэтапно, каждый день, в зависимости от проведения различных уровней. Перевал воинской славы. Такое официальное название вскоре могут получить несколько участков Большого Кавказского хребта. В том числе на территории нашей республики. В Госдуме сейчас обсуждается соответствующий законопроект, инициированный Законодательным собранием Корчево-Черкесии. Как говорят разработчики проекта, почетное звание будет присваиваться по аналогии с городами воинской славы. Какова заслуга защитников горных хребтов Кавказа в победе в Великой Отечественной войне? И какую пользу присвоение перевалам новых званий может принести нашему региону? Расскажет Татавик Джилавян. Битва за Кавказ относится к числу тех сражений, что во многом предопределили исход Великой Отечественной войны. В официальной историографии она делится на два этапа. Наступление немецких войск 25 июля по 31 декабря 1942 года и ответное контрнаступление Красной Армии. Бои шли как на равнине, так и в горах. На территории Карачаева-Черкесии есть немало горных перевалов, где шли кровопролитные сражения – Клухорский, Наурский, Марухский и Санчарский. В ходе операции «Эдельвейс» немцы пытались прорваться к Черному морю и к нефтяным источникам Закавказья, что у них не получилось, и в 43-м году эта республика была полностью освобождена от немецких войск. Август 2018 года в горах Карачаева-Черкесии начинает свою работу 19-я военно-патриотическая экспедиция «Оборонная тропа». Руководитель группы, педагог из Санкт-Петербурга Сергей Телешов ведет ребят в сторону озера Холега. Цель экспедиции – реставрация памятников и обелисков, воздвигнутых в честь защитников перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. История присвоения звания «Перевал воинской славы» наши ветераны, горные стрелки, Совет ветеранов горных стрелков, они с удовольствием это восприняли идею, потому что они действительно воевали в горах, они видели, что товарищи погибали, и многие так и остались. До сих пор лежат в трещинах, и в ледниках невозможно их достать. Кого-то, может быть, и никогда не достанут из этих губочайших трещин, и люди все-таки, тем не менее, это похоронены. Хотя, если останки находятся, их, естественно, перезахоранивают. У нас в Зеленчукской есть великолепный мемориал, конечно. Эти перевалы овеяны немеркнущей славой в героев, стоявших насмерть, и не пропустивших врага в Закавказье. Авторы законопроекта предполагают, что в случае принятия документа на перевалах, получивших статус военных, будет установлена стела с гербами российским и региональным, и текстом президентского указа о присвоении этого статуса. Законодательный орган субъекта принимает решение обратиться к президенту Российской Федерации. Обращение подписывает глава исполнительной власти субъекта и глава законодательного органа. Администрация президента передает это обращение на рассмотрение Оргкомитету Победы. В случае положительного решения Оргкомитет Победы направляет документ к президенту, и президент подписывает указ о присвоении почетного звания «Перевал воинской славы». По мнению депутатов Карачаева-Черкесии, этот шаг будет способствовать увековечиванию памяти защитников Отечества и сыграют серьезную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи. Татэк Желовян. При поддержке Пресс-службы Народного собрания. Карачаева-Черкесии. В продолжении патриотической темы. В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны совместно с Российским военно-историческим обществом объявили о проведении пятого юбилейного всероссийского литературного конкурса «Герой Великой Победы» на лучший рассказ, очерк, стихотворение, песню, фотографию и рисунок эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Цель конкурса – сохранение памяти о героизме советских солдат в годы Великой Победы. А также подвигах военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах. Возрастные ограничения для участников конкурса отсутствуют. Все подробности на официальном сайте героевеликойпобеды.рф Зимняя сказка для самых нуждающихся. Члены общественного совета при МВД по Карачаво-Черкесии организовали праздник в горах для детей, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Увлекательная поездка для 16 ребят началась ранним утром. В поселке Домбай для любознательных посетителей устроили обзорную экскурсию по горнолыжной базе. После чего детей ожидали спортивные состязания, где они могли показать свою ловкость и вносливость. Ребята провели в горах очень насыщенный день и остались довольны экскурсией, катанием на санках, тюбингах, красотами горной природы и, конечно же, снегом, которого в этой зимой так не хватает на равнине. Мы приехали на базу Алибек, чтобы сбылась наша мечта. Так как в Черкесске снега нет, мы приехали сюда. Видимо, Домбай забрал весь снег. Впечатления были веселые. Изумительная погода, снег, дети получают большое, огромное удовольствие. И наша девочка, которая мечтала именно покупаться в снегу, поиграть, у нее была возможность взять своих друзей, подруг и вот сегодня насладиться вот такой вот погодой. Больше товаров, хороших и разных. А в Усть-Джигуте своей двери перед покупателями открыл обновленный магазин «Магнит» с расширенным ассортиментом товаров. К этому событию руководство торговой сети приурочило большой розыгрыш призов. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Широкий ассортимент товара, качественная продукция, доступные цены. Вот главное достоинство сети магазинов «Магнит». С момента первого появления этих торговых точек в нашем регионе они быстро завоевали заслуженную популярность у жителей всей республики. Наш магазин «Магнит» был открыт в 2006 году. Все это время наша компания трудится для покупателей. И теперь, к празднику Нового года, в знак благодарности, провели капитальный ремонт нашего магазина «Магнита у дома» по программе «Риддизайн». В итоге жители Усть-Джугуты получили светлый, уютный, доброжелательный магазин. Людям очень нравится, и мы рады видеть всех в числе наших покупателей. Здесь можно приобрести практически все. Продукты питания, товары для дома, средства личной гигиены, бытовую химию и многое другое. Каждый из посетителей найдет на полках магазина нужный товар по выгодной цене. Нам удобно сюда ходить, здесь все очень дешево, скидки всегда, и нам нравится. Просторно, все чисто, аккуратно, обслуживание хорошее. Всегда подойдут, если что-то неясно объяснят, подскажут. «Магнит» уже стал частью нашей жизни, и постоянно, ну, сколько лет уже, много-много мы ходим уже сюда. Все-таки здесь качественней немножечко, чем в других магазинах. Там, где дешевле, это не значит, что хорошо. Новый формат магнита у дома продуман до мелочей. Удобная навигация, новая раскладка товара, расширенный ассортимент. Это лишь малая часть всех нововведений. Обновление магазина стало приятным сюрпризом для горожан. Также в честь открытия покупателей ждал розыгрыш призов. С момента открытия, 28 января, наш магазин проводил акцию. Каждый человек от 1000 рублей участвовал в розыгрыше призов. Также свои призы для розыгрыша предоставила сеть кофеин, донатс, кофе. Для участия в розыгрыше достаточно было совершить покупку на определенную сумму и получить шанс выиграть приз от спонсоров и суперприз в большую продовольственную корзину. Слово «Магазин Магнит» полностью оправдывает свое название. Очень притягателен, благодаря как ассортименту товара, так и приемлемым ценам. Ринат Ибрагимов, Радомир Князев, Архиз-24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Но вас еще ждут новости спорта и акцент на события, в которых мы продолжаем подводить итоги минувшего года по разным сферам и отраслям. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачао-Черкесия и на нашем канале Архиз-24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова